Игры на вынос После выхода фильма «Тарас Бульба» какие-то хитрецы взяли и замутили суперубогую игру по мотивам, причем написали, что по мотивам книги Гоголя, но мы-то знаем, что они просто хотят срубить немного бабла на фанатах фильма, ибо книги уже давно никто не читает. Насмотревшись дешевых ужастиков и поиграв в западный хит-контент, другие отечественные хитрецы решили выпустить невероятную нудную ахинею под названием «Черная метка», зачем-то приделав к своему уродцу сюжет от «Бегущего человека». Ну была такая книга. Точнее фильм со Шварцем, все равно книгу никто в глаза не видел. И напоследок действительно удачная игрушка по недавнем вышедшему Кенцура Самаха. Фильм получился проходным, зато игрушка доставит вам немало удовольствия своей кровавостью. И напоминаем, что мнение ведущего может не совпадать с мнением телеканала, а передача носит исключительно развлекательные цели. Итак, Тарас Бульба, Запорожская сечь. После этих слов как-то говнецом запахло, сразу чувствуете? Видите пары сзади мужика на экране? Наверное, это оно. Ну что ж, ввели имя Залихватское и нажали «Новая игра». Посмотрим, что из себя представляет этот Тарас. Я лично ничего хорошего не ожидаю. Да, и сразу видно, что я был прав. Ну что ж, пойдем, впереди какие-то мужики стоят. Видимо, надо им люлей навешать. Но что-то камера за мной не спешит. Блин, нифига себе, тут камера своей жизнью живет. Реально, ладно бы она хотя бы за спиной вашего боевого карлика была, но она как-то сбоку установлена и летает произвольно. Ну ладно, начинаем их фигачить. Что там? Слышите, это кряхтение. Такое ощущение, что вашим противникам было лет по 90. Это что, Запорожская сечь в престарелом доме, что ли? Блин, ну вообще с ума сойти. Такого я, конечно, не ожидал. И даже кровища, которая летит на экран непонятными ошметками, не способна греть мне душу. Бедные дедушки, за что я вас так? Трудно сказать. И почему... Ох, какой спецэффект. Какой приемчик-то был эффектный, да, ребята? И что-то какие-то монеты вылетают летающие, надо их собирать. Да, такого я современ Супер Марио точно не видел. Ну что ж, замочим еще пару бедных, несчастных дедушек, которые кряхтят и нехоти умирают. Я не знаю, кого там на озвучку позвали. Реально, наверное, пенсионеров каких-то. Но эта камера, это просто ад. Такое чувство, что главный герой выпил 20 литров крепкого пива и теперь идет домой к жене. Я реально не могу им управлять. Он бегает, выписывает восьмерки какие-то. Блин, да иди ты прямо с жертвы аборта. Не, ребята, это жесть. Я такого нигде не видел. Представьте, что камера летает вокруг вас, хрен знает как. При этом управление такое, будто она закреплена у вас за спиной. В итоге, если тупо нажать клавишу влево, карлик с чубом на башке пойдет не туда, где лево в данный момент на экране, а туда, где оно должно было быть, если бы камера была сзади. Если вы вообще поняли, о чем я сказал. Сам я вообще ничего не понимаю, зачем я играю в этот кошмар какой-то. Люди пролетают сквозь заборы, сквозь ограждения. Все равно живы при этом остаются. Ну хорошо. На самом деле, я уже понял тактику. Вы просто... Тут вообще драться не надо. Одна клавиша у вас есть, левая кнопка мыши, которая отвечает за удар мечом. Просто жмите ее, долбите, и тогда ваш персонаж будет идти прямо более-менее. Блин, нет, все равно я не могу его выровнять. Вот теперь получилось. Все, можно дальше просто долбить по клавишам. Только... Что это за трещание? Вы слышали это? Такое ощущение, что я сейчас в наушниках сидел, у меня мозг не взорвался от этого. Не лопнул от этого ужасного звука. Надеюсь, это никогда больше не повторится. Кошмар. Ну что ж, пойдем попробуем в горящую избу войти. Нет, нельзя. Все огорожено. Нереально просто. Ну что, куда-то дальше идти. А вот народ. Опять с криками. Берет, Козапан! Нападает. Ну ничего, я все-таки сильнее каких-то деток. Смотрите, они меня нагибают как сильно. А, опять этот звук. Черт, да что это такое? Блин, кто делал эту игру? Что за клюки непонятные? И вот какой-то чувак остался тут к столбу привязанный. Там, когда подходишь под определенным углом, который равен, наверное, там, двум градусам, то можно зажать Е, чтобы его развязать. Да отойдите вы, блин, прилезли теперь мешать мне. Мочи их, блин, нет, еще так медленно все. Вот, все, отлично. Пора спасать, чувака настал. Да не обязательно было этого делать. Все равно это некрасиво. Да, вот тут вот надо где-то поймать момент, когда можно будет Е нажать. Наконец поймали. Начинает он развязывать. Нет, перестает. Так, еще раз. Блин, не понимаю, в чем дело. Я нажимаю Е, не отпускаю. По идее, он должен просто развязать его, и все. Вот Е просто. Развязываю его. Что-то, блин, вот, что-то получается. Опять бросил. Что-то я не понимаю, ребят. Что-то не так с этой игрой. Ну-ка, еще раз. Может быть, я рано его начал развязывать. Может быть, еще что-то не сделал на уровне. Я реально нажимаю Е, как и написано, ничего не происходит. Давайте попробуем его зарубить. Развернись, развернись. Наконец, давай. Нет, теперь я вообще Е не могу понять. Поймать, где можно нажать. Вот, наконец, еще раз. Давай, развязывай. Заманал уже. Блин, похоже, что он не развязывает, а в пукан его жарит. Это невозможно, ребята. Кто делал эту игру? Что за мутанты? Давай уже, наконец. Все, надоел. Честно говоря, больше не могу. Попробуем отсюда выйти, чтобы еще каких-нибудь стариков найти. О, они есть, да, кстати. Не важно, что их тут не было. Буквально... Так, стоп. Это вообще что такое? Тарас умер. Это что, все, что ли? На, и слава богу, что умер. Я все равно больше в это играть не могу. Давайте следующую игру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!